Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша девочка-волшебница Невермор, пустынная, постаполитическая, конечно же, и мы возвращаемся в Fallout Sonora. А мы сделали важное дело, мы смогли сдернуть из Тусана, не триггеря, ответ робота, который нам скажет, что больше ты сюда не приходи, поэтому мы туда и не придем больше в ближайшее время. Но подумаем, куда нам идти дальше, потому что вроде как главный квест по Вилли мы сделали, кроме того, что мы не нашли Криса, которого все ненавидят. По остальным городам есть о чем подумать, например, рейдеры нам явно будут сильно не рады, поскольку примерить синих щитов с шестянщиками в принципе уже невозможно, но с другой стороны, дамы и господа, с другой стороны, ну да, у нас зависимость, мы перегружены, у нас паллистаты, а с другой стороны мы можем сходить к рейдерам и посмотреть. То есть, то есть, рейдеров интересовало, а что? Чтобы шестянщики им не мешали. Ну, мы в каком-то смысле мы это дело выполнили. И да, мы же взяли перк на знание местности, и как видите, местность мы реально знаем. Мы нашли нечто под названием Сантаана, мы нашли нечто под названием Эморсильо. Мы нашли, кстати говоря, тот мотель, о котором нам говорили, платформа, серьезно? Я так посмотрю, здесь добавили много всего такого, чего здесь раньше не было. Боже, мы даже нашли шакалов, которые над гараж сидим. Ну, давайте, что пожалуй, начнем с рейдеров. Как видим, не так много нам осталось, хотя и меньше, чем там, больше, чем планировали. Рейдеры, если они нас не примут, не будут любить и вообще будут говорить, что мы нехороший, чеооооо, да. Возможно, это стоило пережить где-то отдельно. У нас, Карл, одно очко действия. У нас ловкость три. Давайте хотя бы от А, мы от облучения не можем в боевом режиме. Мы можем медленно-медленно ползком хромать от крысы. Это отдельный ад. Честно скажу, играя в Fallout, у меня такое вообще впервые. То есть я... Было, что три очка действия было, да, было, было четыре, но чтобы доводить до одного, это нужно было постараться. Запиминайте рецепт, два бафаута, два ментата. Сколотить, но не взбивать. И будет вам вот такое счастье. Одна наша мечта, что крысы задолбился нас дожрать раньше, чем мы доползем до точки выхода. Ну, это хотя бы смешно. Ну, слушайте, это хотя бы очень даже смешно. Каждый раз игрываешь в Fallout, где что-то новое, новое, при новое. Так, по два очка жизни уже, зараза, жрет. Канды, бай быстрее. Давай, как... Я даже не знаю, с чем тебя сравнить, потому что хромой на пять-шести лапок таракан, и тот двигается быстрее тебя. А, она уже зараза по четыречка здоровья жрет. Она, видно, выбрала самое мягкое, самое ценное место, и решила, что не мытьем-то катанем. Кто быстрее, крыса или мы, мы или крыса. Это будет смешно. Чтоб вы понимали, в принципе, очень сложно будет пройти эту игру в принципе как-нибудь, как угодно. Потому что любой боевой режим нам будет недоступен. Так мы... Ну, уже шесть очков в действии, уже получше. Уже можно немножечко отличиться тем же РАДВ. Мы нахватаемся по дороге, еще немножко радиации, но это уже не так страшно. И да, мы встретили торговца. Торговец не хочет у нас забрать на обмен на шорохитичность, нет? Торговец не хочет. Ну, ладно. Это просто прохожу, хромаю, примуса починяю. А силушка все еще шесть. Силушка все еще шесть. Максимальная груз 175. А сколько он должен быть? А где мы набрали веса на 250? И как мы его носили раньше? То есть при нашей даже силе 7 мы не могли носить столько хлама. А, ну да, конечно же. Мы же обдолбали с бафаутом. Мы нагребли на себя все, что можно нагребить, включая мини-ган трофейный, тащим просто сжимая булками. А потом сильно удивляемся, а че штану нас перегрузило? Нух, фоллаут, сонора, ты прекрасен. Рез, надо все-таки делать где-то нычку, а складировать все в тот же мини-ган. И рыдер, я очень сильно надеюсь, что вы меня трогать не будете за все хорошее, плохое и не очень. Видят пустынные боги, мы хотели выполнить квест по-вашему. Ну, не вышло, не срослось. Мы понимаем, что мы перегружены. Это будет жутко смешно. Можно, кстати, складироваться у них на складе. Я так думаю, что рыдеры сами у себя воровать не будут. Давайте мы так и сделаем. Мы туда зайдем, заложим мини-ган, заложим в нем кулаки. Торговать тут особо не с кем, поэтому где-то там. И будет нам такой маленький, но очень годный профит. Мало того, что нычка, еще и нычка с охраной. Так, давайте подумаем, что нам от души оторвать не жалко. Не жалко оторвать тебя. Руковая перчатка не нужна, электрогенератора не нужен, ты не нужен. Хватает, если не хватает, 207. Продолжаем марафон. А в лазерной винтовке это святое. Прям душа болит, а сердце ноет. Ну, черт с тобой, ладно, выкладываю. А, да, у меня что-то подписано, чё, чё, куда, зачем. А для этого предмета уже нет места. Прекрасно. Мы загрузили полностью контейнер. Для рейдеров это, наверное, впервые в жизни, когда к ним кто-то приходит и приносит им лут безвозмездно, то есть даром. А что мы еще можем сдать? Можем сдать нож, можем сдать вторую лазерную пистолю. Можем сдать, прости господи, веревку. Ммм, еще нужно найти где-то 10 пунктов. Можем сдать пару-тройку железных деталей. Если чё, в смысле... А! Конечно же, мы перегрузили им полки. А, на полу оставались нельзя. То есть, теоретически, оно, конечно, захороняет в фоллауте, где чё находится, но практически иногда бывают маленькие низхожданчики. И да, я понимаю, что на полу валяется с прошлого раза, еще он куча всякого лута. Так, здесь, 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 здесь. О, хороший ящик. Если чуваки будут не против, то я тут положу. Чуваки не против, там еще лопата лежит. Так, продолжаем. Одна веревочка. Рацию мы оставим, ей нужно будет еще прочекать квестов. Деталик, наверное, да. Сколько весит одна деталька? А вообще, одна деталька весит неплохо. Как планировали, оставляем... Только не влазит, ну. Два, три, во, идеально. А раньше контейнеры были безразмерные. Ммм, ну здравствуй, что ли. Вот ты, который ты. Давай мы с тобой попробуем поговорить. Какие новости? Тут такое дело, но это не мы, конечно, сделали, оно само получилось. Ну, жестянщики повержены искусственным интеллектом, больше не с кем договариваться. Так это правда. Проклятие, без жестянщиков трассы вновь опустеют. Караванов стоит меньше. Это больно ударит по всем жителям. Похоже, наступают тяжелые времена. Да, и кишите планы. Граби столько, сколько сможем унести. Когда трассы опустеют совсем, если уйти в горы на поиски дичи. Ясно. Для тебя больше нет заданий. Можешь идти. И тебе до свидания, Бан. А у Банди не расскажешь, не? Расскажу, например, про некто Рио. Он ко мне не особо открыто настроен. Мы с ним давние друзья. Он моя правая рука. Я доверяю Рию, как никому другому. Я знаю, он недолюбливает всех, кто пытается снискать мое уважение. Я верю с это принять и найти с ним общий язык. Ясно. Как вы вообще выживаете на этих землях? Граб вору и убиваем. А как вы докатились до жизни такой? У каждого злая, но в целом граб вору и убиваем. Ладненько, давайте подумаем тогда, что мы можем сделать. А ничего мы не можем сделать. Мы можем их всех перебить. Немножко на перспективку, но в данном этапе мы не можем. Поэтому у меня такая идея, что мы сейчас у них нежно будем подрицать мотоцикл. Если это тоже дело удастся. Например, взял стелсбой, подошел. Уверенно взялся. Кажется, здесь нужен ключ. А бортовой компьютер заблокирован и требует ключ доступа. Ааа, вон че как, вон че как. А у кого бы он мог быть-то? Если разобраться. А кража невозможна, в краже мы слабы. Но бортовой компьютер предполагает навык науки. Не пальцем же мы деланы. Наука 80 для вас это слишком сложно. Ааа, помните золотые времена, когда у нас наука была чуть больше 80, да? Когда мы не растерялись весь свой интеллект на наркотиках. Были времена, но сплыли. Можно было бы прибахнуться еще одним ментатом. Не факт, что мы после этого выживем, но почему бы и нет? У нас такой был. Тем более за благое дело делаем. Или мы его потратили? Вот такая боль печаль, мы протратили все ментаты. Слушай, а Рио, ты не скажешь мне хорошую, добрую вещь? Насчет мотоцикла. Эй, для Бена это не просто игрушка, а часть его жизни. Если уж его никто пальцем не тронул. Может мы деньгаем порешаем вопрос? У меня почти 5000 миниган есть. Да ты бредишь. Бенца не торжиляла больше любого из банды. Он ни за что его не отдаст. Да и что, он на ходу, что ли? На ходу-то на ходу, но на тест-дравь нам его никто не даст. Ладно. Есть другой вариант. Мы можем просто подождать, пока мы... А, мы не можем здесь лечиться. К Юстон мы дошли до сложной проблемы. Верхи не хотят, они за ним могут. Смысленно побежали опять. А, ну да, мы же разгрузились. Мы можем немножко пошарабаниться по карте мира в пределах города, чтобы прокрутилась наша здоровьшка. Может быть мы вернем все потерянные навыки и умения. И нам этого дела хватит, чтобы немножко взломать мотоцикл. Нам он реально нужен, поскольку движемся мы по всей этой территории слишком медленно. А, ядерные ячейки у нас на всякий прозапас есть. Так, дня 2, 3, 4 должно пройти. Я думаю, что дня 2, 3, 4 должно хватить. Вот. Лагерь магистральщиков, здравствуй еще раз. Итак, вы подсели на Бафаут. Вам необходимо принимать этот препарат, чтобы избирать ломки. Да мы-то... Май-май-май-май-май-май-май. А навыки-то еще бадают еще сильнее. Тогда продолжаем марафон нежности. Какой-то момент нас должно вообще переломать. Ну и че сказать. Бетцельно слоняясь, как призрак Вагнера на границе с Польшей, мы вернули себе и силу свою, и здоровье, конечно, не повысилось, потому что у нас еще дровели скорпионы. Но где-то там мы вернули себе ловкость, до 8 очков действия. Мы вернули себе, главное, интеллект. То есть, в принципе, так на так мы вышли. Но он на около нас до 80 не возвращается. Поэтому грустно-печально придется идти в какое-то другое место и пытаться разжиться там. А что мы видим? Мы видим мотель, про который нам рассказывали. Типа, дивно-страшно, это натворятся вещи. Вот там вот мы можем и заработать. И, может быть, получить еще какой-либо ловолочек-другой для обретения мотопеда. Ты собака издеваешься, я рассказываю хорошим, а нет, скорпионы все о своем. И да, идти пришлось немножко круженым путем, потому что там местами встречаются даже бандиты, которые нападают на рейдеров. Да че жусь даже, ладно, даже рейдерам покоя здесь нету. Но, несмотря на скорпионов, мы практически добрались до гребаного мотеля. И почти что и сбыли эту чертову зависимость. Правда, просто скакивала строчка, что мы посели на зависимость антирадина, что довольно странно, поскольку никогда он такого эффекта не имел, антирадин. Но что есть, то есть. Здравствуй, мотелюшка. Вот это местечко. Само собой, что винтовочка 1. И столько номер 2. Мы вас так особо и не использовали. И окошечки у вас заколочены, заколочены досками. Напрочь. Наш волшебный гвоздодер, который мы где-то выложили и опять забыли подобрать, нам не поможет, наверное. Нет, не поможет. Заколочены, блядь, знаете, от души просто. И на вид никого нету. Подозревательно пустой мотель. А что на знаке написано? Дорожный указатель. Дорожный указатель проржавевший. Можно изучить цифру 8. Давайте изучим. Нам, если что, нужно 6.000 опыта на получение левела. И мы видим вот еще что. Мотель называется Бейтс. Здесь есть что вскопнуть. Здесь кто-то прикопал кости и могилу. Как бы намекая людям, что вот не нужно сюда заходить. Место оно такое, знаете, не гостеприимное. А там прикопал Бафау. Тут хочешь быть честным и не наркоманом, тебе не дают. Просто сподвигают. А что мы видим здесь? Кроме того, что здесь, скорее всего, будут ловушки. В ресторане сумрачно и грязно. Стоит внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Вот и я же о том же. А для начала мы видим сейфовую дверь. Мы видим холодильник. Но идти мы будем нежно, аккуратно. По одному шажочку. Ибо прям на сто пятьсот уверен, что ловушки здесь должны быть. Мы только-только отличили все свои органы. И не хотим рисковать ими снова. Взлом автомата. Сделано. Замочек отпертый. В смысле? А, мы его заперли. Нам попался единственный впервые автомат. Ага, зараза. Казалось, ловушкой. Впервые попался автомат, который был реально не закрыт. Просто с ловушкой. Так, давай. Да, ну твоё, серьёзно. Повреждения. Вот. Там же говорил, сам попался. А, докторство нам не поможет? Докторство нам не поможет. Шум сломали. Мы сломали правую ногу. Мы будем ходить медленно и сурово. Пока не придём в славный город Флагпол. Так, здесь тоже ловушка. Здесь гвоздодёр. Спасибо большое, воздержусь. Тихо, нежно. Ещё скажу, что мы умудрились ловить единственную ловушку, которая здесь ещё была. Так, что у нас делаешь ты? Ты у нас открываешь двери. Здесь всё просто кричит ловушкой. Говорит, оууу, да-да-да-да, туда уже люди заходили. Эти люди умерли в ужасных мучениях. И судя по тому, что рядом расположен холодильник, не все их части сохранились там. Ладненько. Можем пройти-дойти. Мотель. Входная часть. Серьёзно, там была всего одна ловушка? О-паньки-шо, мы встречаем. Мы встречаем Джорджа. Мы встречаем. Здравствуй, Джордж. Как ты относишься к очереди с дробовика? 29 урона. Это много или мало, это среднее. Проще добивать одиночными из пистоля. Тем более, что Джордж явно там не один где-то. Был. И у Джорджа очень даже мощное оружие. Этому удачно получилось, что не поимели с него плюхи. Ключ от номеров мотеля, низких не хватает. Стойчка. Но на стойке ничего нету. Зажигалочка. Какая прелесть. Но тоже бесполезно. Насколько я понимаю, такая маленькая отсылочка к Судье Дредду. Вот той старой версии 90-х с Сильвестром Сталлоне. Где они с Робом Шнайдером попали тоже в такое же разваленное местечко. Типа мотеля или стояночки. И там жили добрые-добрые люди. Верующие в Бога и в пожирание своих ближних. Так, вижу лопату, не вижу препятствия. Может им эту солому убрать? О, здравствуй, еще один клиент. Ты не думай, мы тебя тоже порешаем. Перезарядимся и порешаем. А что, дверь закрыта? Нет, дверь открыта. Ну, глазшот. Сразу решает на 62 единицы здоровья, и мы получаем славу. Да, они были плохими гулями. Они были очень плохими гулями. Мы продолжаем нагружаться. Потому что учебы нет. Да, мы тебя не унесем. Ну, черт с тобой. Мы хотя бы найдем, если есть здесь пленные, которых можно спасти. Да, да, нет, нет. И да, перед нами миссис Бейтс. Это понимаешь, что маманька этих всех. Что такое в подвале? Ужасно перейдем, мочевой, старыми тряпками. Да, еще там Гури есть. Здорово, Гуль. Ты меня видишь? Мутант прекраждает вам дорогу, но лишь замахивается чем-то опасным. У-у-у-у. Оступим назад, показывает свою дружелюбию. Хочу его, что мягкое делось. И нежелание драки, мутант, решается к нападению. А ну, стоит ни в шагу вперед. Мутант делает шаг вперед, назад и редко тормозит. Похоже, ваша решительность его напугала. Что такое, красавчик? Не хочешь драки, верно? Мутант по не менее нерешительности стоит Вы присмотреться к его обезображенному лицу На котором отпечатывается ужас и многолетняя боль Его тело оказывается худым перекошенным Не странно, что я сижу в подвале, когда остальные дерутся наверху Как-то еще выжил с такими патологиями Вдруг за спиной мутанта из соседней комнаты доносится истерический плач Звук приводит мутанта в чувство, тот встает в защитную позу И граждан вход в комнату Кто там? Своим ар-мутант говорит, что мы уходили впрочь Отвечает твою мать про твою мать в той комнате Ар-ар, он говорит еще раз Хорошо Тогда, если говорить не умеешь, отступи Я пройду и узнаю, что там происходит Он жалобно мутает головы Я не стану тебя убивать, если ты уйдешь и не будешь мешать Иди подыши свежим воздухом Да, смотри, сработало Ну надо же Не буду я вас брать У меня опять сейчас комментарий прилетит за личинки В этот раз сколько там? О, целых семь штук Как знали, старались В сумранке Барага вы видите женщину на кровати Она еле слышно рыдает, вернувшись от вас Мэм? Убирайтесь, собирайтесь прочь О, мэм, успокойтесь, я хочу помочь вам Нет, не трогайте меня, не трогайте Хорошо, мэм, те монстры вам больше не угрожают Женщины перестут кричать и в наступившей паузе Вы замечаете ужасные рубцы по всему ее телу А, боже, правда, вам нужен врач Давайте я помогу выбраться отсюда Чем? Что? Зачем мне выбираться наружу? Здесь мой дом, я не уйду отсюда Но кто тогда эти монстры? Шерман Джордж Эдмонд Они хорошие парни Ему можно гордиться Золотые у меня ребята Эти людоиды-убийцы ваши сыновья, что ли? Сразу видно, что у тебя нет детей Они для меня гордость и любовь Никто не сломит слиби бейтсов Никто из чужаков не смог Я тебя, конечно, понимаю У меня с собой семья Мои сына, я убью тебя И любого другого чужака Потому что мы семья Никто не сломит бейтсов Да ты просто сумасшедшая женщина Ну, чтобы, дамы и господа, понимали Грустно сорвать все ситуации То у этой барышни есть пистолет Мало того, что у нее есть пистолет Она имеет еще и четыре выстрела за один ход О чем я узнал в неблагой попытке за кадром Нас совсем чуть-чуть убили А есть потертый ключик, мы тебя заберем И для ликвидировать ее, само собой, это нужно Последний сыночек может вернуться И продолжит ее нехорошее дело Вопрос, как это сделать Учитывая, что с нашим попаданием Мы попасть даже в лежачее тело Можем с большим трудом А есть предположение Что, может быть, там можно что-то сделать Докторским искусством Ну, а с и докторством-то такое, знаете Подушкой не придушу Мамаша Бейтс имеет вполне здоровый вид Граната, мы в нее не попадем Тогда нам остается только взять вот эту вот штучку И попытаться, ну да Что требовалось доказать Даже в лежачее мы не попадем Очереди возможно Она ранена всего лишь на 15 У нее там просто бронеодеялка есть Вы понимали Раз Два Три И четыре Выстрела она делает за один ход После чего Может еще и перезарядить пистольку Мы же должны Лечиться Лечиться И еще раз лечиться Потому что мы в нее попадаем На девичеков здоровья Откуда у нее такие статы Никому не известно Мы могли бы Сесть еще один бафаут Дело как бы хорошее Но сами понимаете Что результат будет Лучше что уже и был Чуть-чуть печально радует фраза Что мы попадаем в нее Сбивая ее с ног И ошеломляем При том что она уже лежит Здравствуй последний стимулятор Мы Как бы нам всегда приятно С тобой встречаться Сильный удар Лишает может быть сознания Давайте мы ее достреляем Пока она это сознание не вернула Вот Наконец-то Мутанская угроза ликвидирована Она получает ранение в глаза Там у Гуля брони нет А она еще и Гуль Она еще слабокся не регенерировала Но мы получили славу Значит мы делали правильное дело Патрушки мы заберем Понятное дело Возможно даже Разрядим ее пистольку Вот Спасибо И выдвигаемся назад К новым свершениям По крайней мере Мотель мы закрыли Мы уже вернутся Вроде бы во флагполе Ну нет Вроде бы в Фениксе нам Рассказывали про это место Можем вернуться к ним И рассказать более конкретно Хотя нет Подождите-ка Здесь же есть еще одно тело Подождите А мы можем подождать Внизу до утра Как бы зона уже свободная Да Можем даже до выздоровления Не хочется мне с этим Гулем Отдельно встречаться Может он Вряд ли его попустят И придется разбираться еще и с ним Вот они Наши прекрасные 75 здоровья Выходим Как раз таки на солнечный день Гулиссимо Расскажи нам Ну и прочекать все двери Это дело святое Лута хорошего не найдем Но мало ли чем Может быть найдем Кстати говоря Слушай а может мы найдем Пленника какого Не зря же они там Кого-то с запертым ключом Додержат А нет Пленника нет Ну вы держите Хотя судя по костям Кого-то они там держали В свое время Кожаная бронька О нет Сматричка Есть у них Есть у них Пленник Какое чудо О нет Не трогай меня Не трогай Да я тебя не собираюсь трогать Успокойся Ты не мутант Ох Как я рад тебя видеть А зачем они тебя заперли Понимаем Мы И так без тебя Что не видишь все эти кости Они каннибалы Они людей Расделывают на части Ужас какой Надо убираться отсюда Они убили всех Остальных Они нас убьют Ладно-ладно Я провожу тебя до ближайшего поселения Только тихо Такой мини временный спутничок Но последнего гуля Мы все-таки завалим Может он слабенький Но он тоже людей жрал Уа-уа Это тебе уа номер один Это тебе уа номер два Бить-то он все равно Не нас будет А бедняжка вот этого Что у тебя по здоровью Тяжелораненый Мужик добей его Просто добей А нас-то за что? Боже Я сейчас испытал эту фразу Действительно Она приходит в голову Вот в самый первый момент Сдюжили таки И даже нам ничего не поломали Проверяем оставшиеся домики Здесь никого Но вот Клозетик мы можем посмотреть А его мы наверное поведем Его мы наверное поведем В коса Ноева Потому что Почему бы и нет Как ни странно Нам не дали Никого завершения Такого формального Что мол Молодец Все хорошо Порешил семью каннибалов Да Всего же бесполезные деньги Поэтому выдвигаемся дальше Друзья Будут сюда вот Гораздо южнее Гораздо спокойнее Гораздо меньше Рейдеров Скорпионов И всякой прочей живности Прибыли таки В коса Ноева О, интересующий Безопасности Спасибо Если бы не ты Меня бы уже съели Мы давно Я всем расскажу Знакомому Что ты меня спасла Пожалуйста Оружие мы наверное Снимем Потому что Примотанный к столбу Мужик Намекает на всякое Нехорошее И давайте почитаем Информационный Пресный билборд На этом билборде Есть информация Для новоприбывших Надеюсь У вас здесь Таком красивом Городишке Есть нормальный доктор Строгие правила Внимание путник Здесь запрещенный Алкоголь Наркотики Открыли Заношение Оружия Закражу Урожая Смертная Казнь Ну еще Действует Комендантский Час А за что Действует Привязывание К столбу Эй Во и ничего с тобой не случится до правилам еще здесь разве здесь не запрещается открытое ношение оружия как точно запрещается тебе следует знать наши законы ищите как собственную мамку но тогда почему ты с оружием а есть только определяет подобное правило а ясно понятно понятно ясно ты мне не нравишься приходишь туда куда те не звали че смеешься над сомнением смеешь сомневаться нашими правилами этом тем выбором одно из двух либо ты время правила перестаешь напрягать окружающих либо качество отсюда ко всем чертям я сделаю правильный выбор как-то не завелось на знакомство но срочно нужен доктор спасите пожалуйста помогите вот вы не доктором привет я ник а чем могу тебе помочь пара вопросов желательно про доктором туда мне зовут ник я говорю же хорошо наводящий вопрос чем ты занимаешься а те работы знаешь ли раньше трудился на бетонном заводе с недавнего времени его закрыли но твое трудолюбие похвально не много этого даться работе на бетонном заводе в мире пустоши где бетон черта раза никому не упал спасибо них пока до свидания точно помню что в этом месте был доктор вот много шкафов общественное здание и скажите пожалуйста вон у вас хирургический столик даже и здрасте меня зовут невермур а вы кто александра титова и ассистент нестора рада познакомиться у тебя необычное имя и фамилия но и предки были другой части земного шара но теперь это не имеет никакого значения а имя просто дань памяти понятно могу чем-то помочь да мне нужно медикаментом докторский саквояжек беру все три к черту а вовсе вообще не волнует поступать овощи вообще не волнует забирают это все эти еще денег отцеплю на дорогу и леченых своих всех ненаглядных на дам там не не инсинуировали что мы их пользуем для девичьих у тех еще двести стимулятор уж и прикупить на когда-нибудь на потом и да вон чё-то шрифта не взлубил мы а чечень и отделим обязательно нужно одеть и чем еще есть бесполезно не нужно книги они у вас ли в косановые можно книги отоварить умница вы собирали последуйте апокалипсисом актен там нужно триста восемьдесят две до 382 урошу а что за место это благотворительная клиника последствия апокалипсиса имени святого де диека утки вы с лечить здесь рано мы лечим всех нуждающихся проводим опыт это всякие изгодали медикаменты да из этого всего есть из этого всего здесь иногда плохо пахнет ну ты привыкнешь ну медикаменты на дорогу мы знаем где купить а сильнее бинтов стимулятор суть есть давая на медицинка там например нет да я хотел ее найти но она запрещает продавать некоторые старые медикаменты химикаты вроде бы фото и психа они считаются небезопасными десна понятно не нужно если вы доктора то какую черту в мире не лечите не стал летописица иди сюда может имя хоть за деньги вылечишь и там видно химолаборатория добро пожаловать путницу полагаю тебя накопилось много вопросов и просьб давай сразу объясню это клиника здесь лечит людей я ее управляющий нестор ты больна ли ходит что-то узнать да 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 больно мне требуется лечение у прошу прощения я могу тебя вылечить но лекарства дороги от вылечения потратим 15 крышек муж что-нибудь дать у меня есть крышки ровно 15 да мы наконец-то можем бегать это прекрасно в обмен на это мы золотом все что у вас есть начиная с компьютера вам не удается ничего узнать потому что там ничего нет или потому что мы тупым потому что ничего не там хорошо не старскажи что ты знаешь как он здесь живет у мне нужно поговорить с вами о моем друге карлоса разумеется что с ним случилось ну интересуется старыми технологиями не найдется ли вас для него вакансия интригующее предложение ну где же он сам а он сейчас туса не ждет вашего ответа покой неожиданность так он что жестянщик что ли а нет нет он из моей деревне жестянщики приняли карлоса оценив его таланты у любопытно я полагаюсь на твою репутацию если ты веришь его чистоплотность то мне этого достаточно передай ему что мы готовы встретить твоего друга со всем гостеприимством спасибо карлоса то если что у наш племенной который не захотел присоединяться к возвращению на виллу и мы в принципе его понимаем привет и к моему папе он должен в своем кабинете да ты узнаешь сын а я чипа а это кто а это 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 пинки я слежу за ним любопытно необычный у тебя питомец это пинге на классный но люди не хотят его видеть городе почему ну придумывать всякое что он опасен там или заразу разносит или плантациям вредит глупости какие фрэнк больше всех недоволен кричит что убьет пинки при любом удобном случае какая не справедливость но пинки не такой он до сих пор ничего плохого не сделал только скребется по ночам последнее время еще и болеет пока остальные хотят его смерти и мы сейчас очень нужна помощь а давайте я своего рода ту же доктора ионюшка смотрю ну как ветеринар виви сектор но профессия схожи вроде бы доктор нужен 65 без медикамента просто никуда пинки гордись ты будешь первым свинокрысом на котором подарить стимулятором которых у нас что нету и да вы же все просадили на мамашу бойца ладненько тогда нам нужно не . перезатариться логистически и мы сюда вернемся но вернемся уже друзья мои в следующем эпизоде пока что маленькая пауза не забываем про наши телеграм дискорда в контакт ссылочки все там же под видео описание всем удачи всем до встречи и увидимся не по пажам